Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день! Здравствуйте, Валентина Михайловна! Рады вас приветствовать на нашем совместном мероприятии. Так, у нас, в принципе, все присоединились, поэтому, наверное, мы предоставляем вам слово. У нас сегодня будет доклад по хирургическому лечению рака яичников. Прочитает нам его Нечушкина Валентина Михайловна. Вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Итак, коллеги, мы сегодня поговорим о хирургическом лечении рака яичников. И в основном, конечно, речь будет идти о первичном раке яичников, потому что это та зона, в которой мы действительно можем существенно повлиять на судьбу наших больных. Если будет время, мы будем успевать. Мы очень коротко поговорим о хирургии рецидиев рака яичников. Буквально несколько слов я об этом скажу. И начнем с первичного рака яичников. И с меньшей его части, к сожалению, меньшей его части. Это рак яичников ранних стадий. Ну, собственно говоря, это та ситуация, в которой чаще всего, с которой непосредственно чаще всего сталкиваются, конечно же, наши коллеги-гинекологи. Мы получаем этих пациентов уже с имеющимся гистологическим диагнозом. И тут очень важным моментом в нашей работе является то, что называется полноценным определением стадии. Это история, которая обсуждается уже очень и очень давно. Да, все прекрасно знают все этапы определения хирургической стадии раннего рака яичников. Ну, собственно говоря, осмотр, ревизия, удаление большого сальника, полноценная ревизия сальниковой сумки. Биопсия очагов, вернее, биопсия визуально неизмененной, всех подозрительных очагов и визуально неизмененной брюшины в восьми точках произвольно выбранных. Выполнение тазовой и поясничной лимфодисекции. Ну, и то, что касается малого таза, это может быть экстрипация матки с придатками. Это может быть удаление придатков на стороне поражения с биопсией контрлатерального яичника в ситуации органа, сохраняющего лечение. И мы все это прекрасно знаем. Но проблема заключается в том, что далеко не всегда это делается. С одной стороны, задача простая. Собственно говоря, выполнение всех этих процедур приводит к тому, что увеличивается стадия болезни. Причем чаще всего она увеличивается до третьей. Либо по выявлению каких-то процессов на брюшине брюшной полости, либо по факту выявления метастазов в лимфатических узлах. Но, собственно говоря, основное, наверное, в основном коллеги относятся к этой процедуре исключительно как к стадирующей. И, естественно, возникает вопрос, что зачем это делать, если все равно проводить химиотерапию, когда мы априори знаем, что это рак яичников, хайгрейд, пускай даже и первой стадии. Мы все равно будем проводить химиотерапию. Так вот, в очередной раз, как бы обращаю ваше внимание, работы эти были и работы эти продолжаются. Данные исследования 23-го года. Посмотрите, пожалуйста, как правильное, здесь оно названо оптимальным, определение стадии. То есть это выполнение всех-всех-всех перечисленных на предыдущих слайде этапов влияет статистически значимо как на выживаемость без прогрессирования, так и на общую выживаемость при первой стадии рака яичников. Другое исследование. Аналогичные результаты вы видите. Здесь авторы оценивали и формулировали это как следование рекомендациям. Здесь в данном случае представлено следование рекомендации в НССН в части хирургической, то есть выполнение всех перечисленных процедур. И вы видите, что и статистически значимо улучшается безрецидивная выживаемость больных. И вот что интересно в этом исследовании, это анализы, я думаю, это, собственно, данные корейские, но я думаю, что если мы проведем такой анализ, у нас мы получим очень сходные показатели. Посмотрите, пожалуйста, причина невыполнения рекомендации. Если в отношении рекомендаций по химиотерапии доминирует отказ пациентки, то есть пациентка отказывается от проведения химиотерапии по поводу раннего рака яичников 75%, то в ситуации невыполнения рекомендаций по хирургическому лечению 82% случаев это решение хирурга. То есть хирург не берет больное на повторную операцию или ограничивает свои действия интероперационно. Если мы обратимся с вами ко второй стадии рака яичников, сейчас мы обсуждали и смотрели кривые выживаемости по раку яичников первой стадии, то вторая стадия рака яичников это уже как бы грань, особенно если мы говорим о нынешней второй стадии, это все-таки уже по сути распространенная болезнь, безусловно прогностически более благоприятная, чем третья стадия, но тем не менее. И здесь, конечно же, главным является вопрос о выполнении полной цитередукции. И я обращаю ваше внимание к хорошо известным данным метаанализа Дюбуа, 2009 года, да, здесь вторая стадия объединена с третьей А и третьей Б. По сути дела это очень близкие по своей клинической значимости процессы, потому что это ранняя диссеминация рака яичников. Посмотрите, пожалуйста, как полная цитередукция статистически значимо меняет выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость больных ранним диссиминированным раком яичников. И вы видите, что при выполнении цитередукции неполной в этой клинической ситуации выживаемость больных, кривая выживаемости сливается с кривой выживаемости больных в четвертой стадии, в котором выполнена полная цитередукция. То есть в этой ситуации выполнение неправильного хирургического лечения раннего диссиминированного рака яичников приводит к тому, что прогноз больных катастрофически ухудшается. Таким образом, основные задачи хирургического лечения рака яичников ранних стадий это точное определение стадии и выполнение полной цитередукции. Выполнение вмешательства в том объеме, который был описан на первых слайдах, в том числе выполнение тазовой и поясничной лимфодисекции как неотъемлемой части этого вмешательства, позволяет в определенных случаях отказаться от химиотерапии. В противном случае при раннем раке яичников лоу-грейд мы обязаны проводить химиотерапию согласно действующим рекомендациям. Выполнение правильного полноценного вмешательства снижает риск рецидива, увеличивает продолжительность жизни больных. Мы видели это с вами на кривых выживаемости. Остаточную опухоль после операции по поводу раннего рака яичников категорически недопустимо. Мы тоже обращали свое внимание на кривые выживаемости. Неполная цитередукция в этой ситуации делает прогноз при ранней стадии рака яичников, в частности при второй, таким же, как при поздних. И, конечно же, ни в одних рекомендациях не существует позиции проведения неодиантной химиотерапии при раке яичников ранних стадий. Теперь мы переходим с вами к более сложной и более частой ситуации. Это диссиминированный рак яичников. Диссиминированному раку яичников относится рак яичников в третьей и четвертой стадии. А если мы анализируем результаты исследований, то это прежде всего третья, четвертая стадия болезни. Итак, в первую очередь хотелось с вами обсудить проведение неодиантной химиотерапии на первом этапе и, соответственно, тактику начала лечения с химиотерапией и последующего выполнения интервальной цитередукции. На что хотела бы обратить ваше внимание. Здесь данные рандомизированных исследований и здесь данные, скажем так, нерандомизированного исследования из Memorial Sloan-Kettering Cancer Center с очень, скажем так, высокими показателями медианы продолжительности жизни, медианы времени до прогрессирования. Но посмотрите, пожалуйста, на группу интервальных цитередукций, которую мы хотели бы сейчас обсудить. медиана времени до прогрессирования, где бы пациентка не оперировалась, пускай это будет самые лучшие идеальные условия оказания помощи, высочайший уровень, скажем так, хирургии диссиминированного рака яичников, медиана времени до прогрессирования, а именно этот показатель считается базовым в оценке результатов первичного лечения больных, потому что на медиану продолжительности жизни влияет много разных факторов, в том числе и тот, насколько интенсивно лечится прогрессирующий рак яичников, насколько активно используется хирургия в этом лечении. Посмотрите, медиана времени до прогрессирования стабильно везде, и мы не можем выйти, по сути дела, за 14 месяцев. Ну, скажем так, от 12 до 14 месяцев, это медиана времени до прогрессирования, в группе больных, которым лечение начато с науадювантной химиотерапией. Еще одна очень интересная аналитика, она проведена Александрой Сергеевной Тюляндиной, это результаты лечения больных, медиана продолжительности жизни в разные десятилетия, да, с 95-го по 2005-й, 2006-й, 2017-й. Что обращает на себя внимание в эти десятилетия? Это кардинальное изменение, собственно, лекарственной терапии, это появление новых препаратов, это активное развитие поддерживающей терапии, и это кардинальное изменение тактики лечения прогрессирования. Мы здесь говорим о медиане продолжительности жизни. И что происходит? В группе первичных циторедукций происходит статистически значимое практически на 3 года улучшить медиана продолжительности жизни больных. Все то же самое пытались сделать в группе интервальных циторедукций, и вы видите, что в этой группе, к сожалению, все те же самые усилия не приводят к статистически значимому улучшению результатов лечения. Нельзя не забывать, не стоит забывать точнее и о том, что проведение неоадивантной химиотерапии статистически значимо практически в 2 раза увеличивает частоту платино-резистентных рецидивов. В группе интервальных циторедукций частота платино-резистентных рецидивов достигает в среднем 40%, что, как мы с вами понимаем, является крайне прогностически неблагоприятной клинической ситуацией. Поэтому следует помнить о том, что начало лечения с химиотерапией при диссиминированном ракеичниках это шаг отчаяния. Это не мои слова, это цитата, опять же, Александра Сергеевна Тюляндиной. Я всячески поддерживаю этот постулат, и именно поэтому частота проведения неоадивантной химиотерапии это один из критериев оценки качества медицинской помощи при первичном ракеичниках. Итак, я надеюсь, понятно, почему во многих клиниках, которые занимаются лечением рака яичников, акцент смещается именно в сторону оперирования на первичном этапе. Следующий вопрос, собственно, это вопрос остаточной опухоли. И, я думаю, вы прекрасно знаете эти кривые из метаанализу Дебуа. Статистически значимо различаются все кривые. При первичных операциях этого нет. При оперировании рецидивов, при оперировании рецидивов есть только полная и неполная циторедукция. Мы, к сожалению, подробно не сможем сегодня это в силу времени обсуждать, но, тем не менее, обращаю ваше внимание сейчас на этом. А в ситуации оперирования первичного рака яичников, да, статистически значимо различаются кривые полных, оптимальных и неоптимальных операций, но кривая полных циторедукций существенно выше и при анализе общей выживаемости, и при анализе выживаемости без прогрессирования. Поэтому, безусловно, первичные экстредуктивные операции дают шанс на более благоприятный прогноз в целом. Шанс этот реализуется при выполнении оптимальной, а еще лучше полной циторедукции. И вот такая позиция, которую я очень часто слышу от пациентов, почему не оперировали на первом этапе, почему не делали, условно ограничивались таким объемом, потому что был канцероматоз. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что канцероматоз – это неопъемлемое свойство диссиминированного рака яичников. Не было бы канцероматоза, он не был бы диссиминированным. Поэтому оперировать канцероматоз можно и нужно. Что важно для меня при анализе первичных циторедуктивных операций и, естественно, при анализе отстаточной опухоли. Посмотрите, пожалуйста, выживаемость больных общая и выживаемость без прогрессирования при четвертой стадии. Полная циторедукция при четвертой стадии болезни. Мы не можем с вами отменить негативное влияние стадии на прогноз пациентки. И мы не можем на это никак повлиять. Мы не можем повлиять на то, что пациентка к нам приходит с четвертой стадии болезни. Это уже некий факт, некая данность. Но мы можем повлиять на ее прогноз, выполнив полную первичную циторедукцию, если это позволяет клиническая ситуация, полная первичная циторедукция при четвертой стадии болезни благоприятно влияет на прогноз как в отношении продолжительности жизни, так и в отношении выживаемости без прогрессирования. И еще раз мы говорим и вспоминаем о том, что частота оптимальных циторедукций это тоже один из критериев оценки качества работы хирургического стационара, который лечит диссимилированный рак яичников. И здесь же обращу ваше внимание на то, что при четвертой стадии болезни специфический плеврит, если четвертая стадия болезни выставлена по специфическому плевриту, не является противопоказанием для оперирования на первом этапе. Что дает полная первичная циторедукция? Посмотрите, пожалуйста, полная первичная циторедукция увеличивает число больных, живущих без рецидива. То есть это больных, потенциально излеченных от болезни, в зависимости от того срока, на котором мы эту частоту анализируем. И если рецидив возникает, естественно, это диссиминированный рак яичников, он возникает у больных. И причем, скажем так, по данным этого метаанализа Дюбуа, примерно у половины больных рецидив возник, 54%. Но рецидивы смещаются на более поздний период. Они становятся платиночувствительными. Таким образом, полная первичная циторедукция снижает чистоту рецидива в целом, смещает спектр рецидива в сторону платиночувствительных. Ну, собственно, некоторые, как бы, картинки хирургические, которые каждый из вас, безусловно, видит каждый день в своей операционной. Типичная ситуация, конгломерат в малом тазу, при раке яичников. Это первичная пациентка. Вы видите, это хорошо. Тут не проводилась химиотерапия. Это видно по самой опухоли. В этой ситуации, конечно же, сохранить прямую кишку не удается. Выполняется задняя висцирация, формируется сигмаректальный анастомоз первичный. Другая ситуация. Очень большое местное распространение при серозном раке хайгрейд. Вы видите, как вовлечена толстая кишка. Причем это, скажем так, такое тотальное, какой-то тотальный один препарат, это не диссиминация болезни, это массивное врастание в стенку. И та же самая пациентка, состояние после удаления конгломерата и, соответственно, формирование илитрансвера за анастомозу у той же пациентки. Более частая ситуация, которая примерно у третьей больной диссиминированным раком яичников наблюдается, это удаление большого сальника вместе с селезенкой, когда есть процесс в воротах селезенки или по селезенке. Вы видите, да, это зона левого верхнего квадрана живота. Пораженная брюшина правого купола диафрагмы, примерно три четверти, вольная диссиминированная раком яичников, с тем и иным поражением правого купола диафрагмы. Это частая составляющая хирургии первичного рака яичников. Здесь это был просто очень интересный показательный случай, массивное поражение, массивная инфильтрация купола диафрагмы. Вы видите, как это выглядит. И состояние после удаления брюшины. Так выглядит купол диафрагмы после удаления измененной брюшины. Все то же самое с работой под печенью. Это так называемый карман Моррисона. Это ультразвуковое понятие зоны между печенью и правой почкой. Там тоже часто описываются инфильтраты, которые иногда трактуются как процессы под капсульные метастазы в печени. То же самое касается иногда описания узловых поражений по диафрагме. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев это не под капсульные метастазы, а это процессы на париэтальной брюшине правого верхнего квадранта. Более редкая ситуация. Работа в зоне выше почечной ножки не очень типична. Это редко встречающаяся в первичной хирургии ракоечников ситуация, когда лимфоузлы обнаруживаются выше почечной ножки. Но, тем не менее, такие вещи тоже бывают. Ну и, наверное, вот это более частая история. Посмотрите. Да, здесь тотальное поражение с обеих сторон тонкой кишки. Она поражена практически полностью от трейца до булгеневой заслонки, до элиоцикального угла с обеих сторон. Но, заметьте, в основном поражение ситуация индивидуальна у каждой пациентки. И далеко не всегда поражена сама тонкая кишка. Я имею в виду ее висцеральная брюшина. Вот здесь практически все опухолевые узлы лежат на брожейке. Связано это, конечно, просто с обычной ситуацией. Сама тонкая кишка постоянно кишка перестальтирует. И, естественно, вероятность имплантации опухолевых клеток выше на неподвижные части. Брожейка сама по себе никак не меняет свое положение. Она сама не сокращается. И вот здесь огромное количество опухолевых узлов, причем некоторые из этих опухолевых узлов были существенно больше 2 см. Если резицировать такой объем тонкой кишки нельзя, это приведет к существенным негативным функциональным последствиям. А по сути дела это не оптимальная операция, если все это вставляете. Вот посмотрите, как это выглядит после примерно 45 минут работы, правда в 4 руки, вдвоем с коллегой мы это делали с двух сторон, но за 45 минут это не полная, не оптимальная точнее циторедукция превращается в полную. Что еще мы с вами должны учитывать? Мы с вами должны учитывать, что мы вовремя должны начать химиотерапию после нашей первичной циторедукции, потому что в противном случае выживаемость больных падает. И здесь мы напрямую начинаем говорить об осложнениях, потому что единственное, что может нас остановить от начала своевременного химиотерапии, это осложнение. Осложнения были, анализировались в нескольких рандомизированных исследованиях. В исследовании Скорпион они достигли, собственно, своих наивысших показателей. Более 50% исследования, правда, маленькое, но тем не менее частота осложнений 3-5 степени почти 53%. Давайте посмотрим на данные нерандомизированного исследования из Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Это почти 1000 больных. Это очень большое исследование по первичным циторедукциям. И посмотрите, пожалуйста, каких цифр можно добиться в клинике, которая постоянно занимается хирургией диссеминированного рака яичников, когда работа команды отлажена и выстроена. Мы получаем цифры, которые оказываются ниже, чем самые низкие показатели, которые были в рандомизированных исследованиях, в частности, в RTC 55971. И если мы посмотрим, в частности, исследования Хорус, эти цифры сравнимы с данными в группе интервальных циторедукций в исследовании Хорус. Да, этих цифр можно добиться. И самое главное здесь не только добиться этих показателей. То есть это воспроизводимые абсолютно показатели. Эти показатели нужно поддерживать на протяжении времени. Вот это, собственно говоря, основная задача команд, которые занимаются хирургией диссеминированного рака яичника. Результаты лечения на сегодняшний день. Примерно 80% больных должны уходить на первичные циторедукции. Примерно 80% должны быть соперированы. Это третья и четвертая стадия болезни оптимальна. И медиана времени до прогрессирования в настоящий момент в целом на круг она превышает 20 месяцев. И медиана времени до прогрессирования при полной циторедукции сейчас превышает 2 года. Хочу обратить ваше внимание. Да, мы теперь знаем, что половина наших больных может уходить на эффективную таргетную терапию. У половины больных есть дефицит гомологичной рекомбинации хромосом. Еще у половины из них мутация генов Берсия-1, Берсия-2, которые являются причиной позитивного HRG статуса. Но, например, исследования, результаты данных исследования СОЛА-1. Да, лопарип работает во всех группах. Но где он работает лучше всего? Лучше всего он работает у больных первично соперированных. Работает он во всех группах, независимо от остаточной опухоли. Но где лучше всего? У больных, которые были соперированы без остаточной опухоли. Таким образом, первичная полная циторедукция создает предпосылки для более высокой эффективности последующего лечения, в том числе современной таргетной терапии. Наверное, основные слоганы оперирования, лечения первичного рака яичников – это хирургия на первом этапе, хирургия без остаточной опухоли и контроль за осложнениями и управление осложнениями, так, чтобы в срок начинать послеоперационную химиотерапию. Ну и буквально несколько слов о рецидивах рака яичников, чтобы сегодняшний разговор о хирургии рака яичников был полноценным. Я не буду говорить о предпосылках того, что делалось в хирургии рака яичников. На сегодняшний день в нашем распоряжении есть результаты исследования Десктоп-3, оно завершено, полностью проанализировано, опубликовано. Первое, о чем мы должны помнить, сегодня у нас есть доказательная база, если мы говорим сейчас только о раке яичниках хайгрейд, мы не обсуждаем раке яичников флогрейд, потому что тактика при раке яичниках флогрейд другая. При раке яичниках хайгрейд основной, вся доказательная база, которая у нас сейчас есть, посвящена только первым и платиночувствительным рецидивам. Никто в эти исследования уже давно не включает ни платинорезистентные, ни платинорефракторные рецидивы, ни больных, у которых исчерпаны возможности для химиотерапии. Все это было доказано в 90-х годах о том, что хирургическое лечение в этих ситуациях не улучшает результаты. Никоим образом, но существенно повышает частоту осложнений. Первый платиночувствительный рецидив. При первом платиночувствительном рецидиве операция, которая выполнена на первом этапе с последующим проведением платиносодержащей химиотерапии статистически значимо на 4,4 месяца улучшает выживаемость без прогрессирования. Эта цифра уже для выживаемости без прогрессирования с момента возникновения первого рецидива. Это счет идет в этой ситуации, отсчет идет от уже возникновения рецидива. И на 7 месяцев также статистически значимо улучшает выживаемость без прогрессирования выполнение полной циторедукции. То есть если мы выполняем больную полную циторедукцию, это более чем на полгода улучшает выживаемость без прогрессирования. В отношении общей выживаемости в целом на круг статистически значимое улучшение почти на 8 месяцев. И если выполняется полная циторедукция, то общая выживаемость увеличивается почти на 16 месяцев. Так сейчас выглядит медианное время до прогрессирования при выполнении полных циторедукций и медиана продолжительности жизни в той же самой клинической ситуации. То есть медиана времени до прогрессирования при выполнении полной повторной циторедукции составляет более 20 месяцев. 20 с небольшим буквально медиана продолжительности жизни по данным разных исследований и разных авторов, превышает 50 месяцев с момента возникновения рецидива. Это очень хорошие цифры. Таким образом, повторные циторедуктивные вмешательства увеличивают время до прогрессирования, время до начала следующей линии химиотерапии и продолжительность жизни в группе больных раком яичников, которая правильно отобрана только в этой группе больных. Как отбирать больных для хирургического лечения рецидива рака яичников? Это платино-чувствительный рецидив. Исследования проведены сейчас, на данный момент. Мы не обсуждаем новые концепции платино-чувствительности пациентов с мутациями. Мы обсуждаем те результаты, те кригории включения, которые были в этих исследованиях. Время от окончания первичного лечения более 6 месяцев. Обязательно должны быть перспективы для дальнейшей химиотерапии. Мы не можем просто соперировать больную и оставить ее в воздухе. Она должна получать потом химиотерапию. Операции всегда выполняются до начала химиотерапии по поводу рецидива. Подход неоадювантной химиотерапии в группе больных с рецидивом никогда не изучался. Это история для первичного рака яичников. Поэтому больных с рецидивом оперировать всегда на первом этапе. И повторная циторедукция всегда должна быть полной. Только в этой ситуации мы улучшаем выживаемость без прогрессирования. И продолжительность и общая выживаемость больных. Отклонение от данной тактики, то есть оперирование после новой адювантной химиотерапии, выполнение неполной циторедукции, не обоснованной, они не имеют никакой доказательной базы. Таким образом, в целом, несмотря на то, что лечение, особенно первичного диссеминированного рака яичников, должно быть начато быстро, в ситуации рецидивов у нас существенно больше времени для принятия решения, решение нужно принимать всегда взвешенным. Нужно помнить о том, что тактика лечения первичного рака яичников в любых стадиях полностью определяет прогноз. Ключом к лечению первичного рака яичников является хороший, качественный хирургический этап. Он определяет прогноз первичного рака яичников. И на исход неправильно начатого лечения повлиять в большинстве случаев уже нельзя, об этом нужно всегда помнить. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам за очень интересный доклад. Мне как химиотерапевт было особенно интересно об основных принципах узнать и повторить. У меня есть два вопроса. Когда мы говорим о хирургии рецидивов, имеет значение объем поражения? Объем поражения не имеет значения, нужно выполнить полную цитаредукцию. В связи с этим сразу возникают моменты следующие. Если вы понимаете, что у больной есть поражение за пределами брюшной полости, которые вы не можете удалить, в этой ситуации, естественно, это становится не очень актуальным. То есть можно удалить что-то, можно удалить. Можно удалить паховые лимфатические узлы, можно удалить надключичные лимфатические узлы, можно удалить кардиодиафрагмальные лимфатические узлы. Но, допустим, какое-то поражение средостения корней легких – это верифицированное, доказанное. Я имею в виду, может быть, не гистологически, но, например, вы делаете ПЭТ-КТ, и доктора говорят о том, что это точно специфическое поражение узлов, которые вы не можете удалить. В этой ситуации, скажем так, вопрос хирургии – вопрос сомнительный. Наверное, у нас нет пока доказательной базы, наверное, у этих больных нужно использовать другие тактики. Скорее всего, это будет химиотерапия с последующими контролями за этим средостением или просто химиотерапия. А тогда следующий вопрос. Позитронно-эмиссионная томография. Мы ее назначаем пациенткам, если мы планируем при рецидиве оперативное лечение. Тогда, чтобы ответить до операции на вопрос, сможем ли мы прооперировать ее оптимально. Скажем так, если есть возможность, но соперировать ее нужно не оптимально, соперировать ее нужно полно. Вот как бы такой важный момент, который всегда нужно, подчеркиваю, не будет работать оптимальная циторедукция. Кривые сливаются здесь с неоптимальными. Просто не было времени это показывать. Но вот об этом надо всегда помнить. То есть там есть либо все, либо ничего. Если есть такая возможность, то есть, конечно, минимум является КТ трехуровней с контрастом. Если есть возможность выполнить ПЭТ-КТ, но с контрастом, как положено, это самый оптимальный вариант. Потому что тогда мы вот как бы не просто, мы четко знаем, во-первых, что мы работаем только вот в тех зонах, в которых мы работаем, и мы можем здесь сделать полноциторедукцию. И самое главное, с учетом вот этой значимости полноциторедукции, при хирургии рецидивов, будут удаляться любые пораженные, и сомнительно, скажем так, даже сомнительные участки. Это всегда так делается. Да, пусть потом там придут результаты гистологического исследования, что опхоль там нет, но тем не менее мы должны работать немножко на опережение, потому что только в этой ситуации мы на 100% гарантируем результат этой повторноциторедукции. Большое спасибо. И еще один вопрос. Каков оптимальный объем обследования пациентки, которая получает химиотерапию? В раке яичников. Химиотерапию вы имеете в виду по поводу чего? Она с каким-то объемом опухоли, без объема опухоли? А если мы говорим после оптимальной циторедукции на первичном этапе, при первичном раке яичника, она получает химиотерапию, нам надо контролировать эффективность этой химиотерапии чем? Ну, в данный момент, конечно, единственный воспроизводимый метод это КТ-трехуровня с контрастом. БТКТ, наверное, история не обязательная вовсе, и рекомендация она не заведена, но КТ-трехуровня, да, безусловно. Большое спасибо. Дальше уже история, как вы выстраиваете эту кратность. Да, безусловно, первое время – это каждые три месяца. Дальше, насколько часто вы будете делать с КТ-грудной клетки в дальнейшем, да, каждые три месяца или реже, наверное, это зависит исходно от стадии, от того, было там какое-то поражение или нет. Там уже можно потом это как бы немножко модифицировать, но оставлять их в режиме, там, рентгенографии раз в год – это категорически нельзя, да, это десеминированные больные. Спасибо, коллеги, еще вопросы. В чате у нас нет, но я думаю, у нас есть время, поэтому мы предоставим слово Алексею Борисовичу, и он нам расскажет об повторном назначении лапариба в клинической практике. Спасибо, Эльбер Львовна. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Собственно, как уже сказано, я хотел бы рассказать вам о повторном назначении лапариба, да, в нашей с вами практике. В конце концов, история достаточно актуальная. Так или иначе, у нас часто появляются пациентки, которые уже получили достаточно большой объем химиотерапевтического лечения, будь то платиновые или бесплатиновые режимы, которые получали парп-ингибиторы. И периодически у нас возникает вопрос, а можем ли мы снова прибегнуть к помощи алапариба. И перед тем, как рассказать вам о нашем клиническом случае, я бы хотел несколько слов сказать об исследовании ОРЭО, которое как раз-таки и демонстрирует нам некоторые данные о возможности повторного назначения алапариба. По своему дизайну это исследование рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, третьей фазы. И вот буквально в начале октября были опубликованы предварительные результаты данного исследования, которые демонстрируют нам результаты выживаемости без прогрессирования. Пока только так. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. К сожалению, пока данных об общей выживаемости нет, но тем не менее, тоже уже внушает определенный оптимизм. Итак, в этом исследовании пациентки рандомизировались на две большие группы. Это БРК-мутированная когорта и БРК-не-мутированная. И в свою очередь в каждой из этих групп пациентки делились еще на две подгруппы. Первая получала алапариб, вторая – плацебо. Собственно говоря, в исследовании приняло участие 220 пациенток. В группе с БРК-мутацией алапариб получало 74 человека, плацебо – 38. В группе БРК-немутированных пациенток цифры в целом сопоставимы. Вот мы видим, что в качестве предшествующих линий терапии пациентки получали как платиновые, так и бесплатиновые режимы. Причем мы видим, это было 3 и более линий. И также в исследовании были отмечены как полные, так и частичные ответы на платиновые комбинации. Что же касается предшествующей терапии парп-ингибиторов, то здесь мы видим, что безусловным лидером в качестве назначаемой терапии был, конечно же, алапариб, хотя и нирапариб, и рукапариб, то есть другие парп-ингибиторы тоже назначались особенности в группе БРК-немутированных пациенток. Медиана длительности терапии парп-ингибиторами первой, то есть предшествующей, составляла в группе пациенток с БРК-мутацией в среднем 20 месяцев, у БРК-немутированных пациенток год. Но здесь тоже следует обратить внимание, что в БРК-немутированной конгорте исследовался ашердистатус. И у пациенток, которые получали алапариб, в 29% случаях был выявлен положительный статус ашерди. И 13% было неизвестным. Тоже как прогностический фактор в контексте назначения парп-ингибиторов. Собственно, вот по результатам данного исследования, предварительным, выживаемость без прогрессирования в когорте БРК мутированных пациенток. Мы видим, что кривые Каплана-Мейера расходятся через 2 месяца после рандомизации. И через полгода мы уже видим статистически значимые различия. 35% выживаемости без прогрессирования в группе пациенток, получавших алапариб, против 13% в группе плацебо. Медиана выживаемости составила 4,3 месяца против 2,8. Если мы говорим о подобных результатах в БРК не мутированной когорте, то здесь результаты в целом сопоставимы. То есть и кривые расходятся в тот же период, и цифры различия также статистически значимые, примерно такие же. То есть медиана выживаемости без прогрессирования в этой когорте составила 5,3 против 2,8 месяца в группе плацебо. Собственно говоря, из всего этого мы можем какой вывод сделать? Что в данном исследовании продемонстрировано, что выживаемость без прогрессирования статистически значимо увеличивается при повторном назначении алапариба вне зависимости от мутации в гене БРК. Вот, собственно, это что касается данных исследования ОРЭО. А теперь клинический случай. Это пациентка с раком маточной трубы, 3-й С стадии. Заболевание у нее манифестировало в конце 2010 года. Пациентка была прооперирована по своему заболеванию, выполнена экстерпация матки с придатками. Гистологически была подтверждена аденокарцинома маточной трубы и было назначено химиотерапевтическое лечение цисплатином с циклофосфамидом до сентября 2011 года. Собственно, пациентка довольно быстро спрогрессировала. Уже в ноябре 2011-го был выявлен рецидив в малом тазу, который был также верифицирован, подтверждена аденокарцинома. И в связи с этим пациентке снова было назначено 6 курсов химиотерапии уже в комбинации поклитоксел-карбоплатин. Собственно, была достигнута положительная динамика на данной терапии, и пациентка была оставлена под динамическое наблюдение. Первое прогрессирование, точнее, уже второе, произошло в мае 2013-го года в виде продолжения опухолевого роста. Пациентке снова была назначена комбинация карбоплатина с поклитокселом. Снова была зафиксирована положительная динамика, и пациентка была направлена, оставлена под наблюдение. Следующее прогрессирование произошло уже в 2015-м году. Собственно, по поводу этого прогрессирования ей также назначили поклитоксел с карбоплатином, но здесь была уже достигнута стабилизация процесса. После этого пациентка прогрессирует уже в январе 2016-го года в виде увеличения рецидивного узла в малом тазу, но здесь было решено попробовать провести курс дистанционной лучевой терапии. Однако впоследствии было выявлено прорастание опухоли в прямую кишку, в связи с чем, конечно, от лучевой терапии отказались, и решили прибегнуть к химиотерапии по схеме гемцитабин с доксорубицином. И в этот момент к лечению был добавлен бевоцузумаб, который был оставлен в качестве поддерживающей терапии после завершения основных курсов химиотерапии. Однако здесь что-то пошло не так, были некоторые проблемы с бевоцузумабом, и пациентка в связи с этим была оставлена под динамическое наблюдение. Следующее прогрессирование произошло уже в июле 2017-го года. И здесь снова была назначена химиотерапия по клитокселам и карбоплотинам до ноября 2017-го года. После этого пациентка прогрессирует в июле 2018-го года. Собственно говоря, также рост в малом тазу, назначено еще 6 курсов с карбоплотином и паклитокселом. И на этом этапе пациентка тестируется на наличие герминальных соматических мутаций в генах BRK1 и BRK2. И, собственно, мутация в гене BRK2 была выявлена. В связи с чем пациентка впервые стала получать PARP-ингибитор аллопарип с ноября 2018-го года. Ну и получала она его ни много ни мало почти 3 года. А вот если даже вспомнить данные исследования ОРЭО, о котором мы выше говорили, то там в когорте BRK мутированных пациенток средняя длительность предшествующей терапии PARP-ингибитора составила 21 месяц. За 20 месяцев. Ну, здесь, я думаю, все-таки такой длительный достаточно ответ обусловлен именно тем, что у пациентки имеется именно BRK2 мутация, что все-таки наиболее благоприятный тип для таких пациенток. Вот, собственно, в октябре 2021 года пациентка снова прогрессирует. Ей назначается все та же терапия по клитокселам и карбоплатинам. Но затем пациентка снова прогрессирует. Уже в мае 2022 года и здесь же обнаруживается издавление извне верхнеампулярного отдела прямой кишки, по поводу чего ей проводится комбинированная передняя резекция прямой кишки с формированием трансверстомы. Гистологически здесь подтверждается аденокарцинома маточной трубы и по решению консилиума назначается химиотерапия по клитокселам с карбоплатинам. Проводится 6 курсов до октября 2022 года. По результатам контрольного обследования пациентка стабильно, никакого прогрессирования не зафиксировано, ей закрывают трансверстомы. И уже в марте 2023 при очередном контроле мы видим, что никакого прогрессирования опять же нет. И здесь принимается решение снова назначить Алапариб повторно с учетом того, что прогрессирования нет, БРК статус положительный, пациентке повторно назначается Алапариб. Она принимает его до сих пор, никаких побочных явлений не отмечено, прогрессирование на сегодняшний день также не отмечается, то есть последний контроль у нее был в октябре 2023 года, собственно, все у нее хорошо, получается, если считать с марта, как она начала принимать Алапариб, уже почти 7-8 месяцев. Что, в принципе, пока соотносится с данными исследования ОРЭО, но все-таки, конечно, хотелось бы уже увидеть данные об общей выживаемости, то есть, понятно, в выживаемости без прогрессирования мы, конечно, выигрываем, но вот хотелось бы узнать все-таки, есть ли смысл в контексте общей выживаемости. На этом, уважаемые коллеги, у меня все, всем большое спасибо за внимание. У меня маленький вопрос, а в какие сроки повторный Алапариб был назначен после окончания химиотерапии? Смотрите, там получается, так, давайте вернемся, то есть, он был назначен после, ну, соответственно, после химиотерапии платиновой. Так, где? Вот. Вот, более чем 18 месяцев до... Нет, 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 я про... Все, я понял, да, здесь получается, так, 4 месяца прошло. Хорошо, спасибо большое, Алексей Борисович. А еще вопросы какие-то есть? Тогда мы предоставим. Да, вопросы какие-то? Ну, я просто здесь вот небольшой комментарий, да, по этому случаю. Вот это, я, конечно, понимаю, что первый рецидив у нее был не платиночувствительным, но я думаю, что это было связано с остаточной опухолью в малом тазу, мне кажется, в 11-м году, потому что первый рецидив возник там что-то через 2 месяца после окончания химиотерапии. буквально через 2 месяца. Да, но я думаю, что это было связано с остаточной опухоль, откровенно говоря, потому что последующее течение болезни демонстрирует, насколько она не имеет свойства к диссеминации по брюшине, да, то есть 11 лет пациентка лечится по поводу рецидива в малом тазу. И вот тут как раз и, так сказать, основное число рецидивов у нее было, ну, там, за исключением, ну, вот я не уловила, когда гемцитабиндоксорубицин назначали, видимо, может, какие-то другие сроки были, а может быть, просто уже решили там от платины на какой-то момент показаться, но они были платиночувствительными. Понимаете, эту пациентку за 11 лет, мне кажется, давно надо было соперировать, и это вот как раз в итоге к этой операции пришли, в итоге трансфер за стому закрыли, и все благополучно, так сказать, с точки зрения ее функционального статуса ныне. Вот, это вот момент как раз указывает на то, что вовремя нужно ставить вопрос о повторных операциях, вот это самый, наверное, благоприятный контингент, идеальная группа, да, и она, именно такие пациентки от операции выигрывают больше всего, но операции всегда, чем раньше они проведены, тем они лучше, потому что дельту, которую получают на повторных цитрадуктивных операциях больные, она всегда больше, чем раньше выполнено это вмешательство в течение болезни, то есть первый рецидив всегда эффективнее оперировать, чем второй, третий и так далее. Эта пациентка, конечно, это исключительный случай, да, вот такое упорное течение, отсутствие прогрессирования, это как бы в целом закономерность, да, но это бы пациентка, я думаю, получила бы гораздо большие плюсы, и самое главное отсутствие лечения, существенно больше безрецидивной промежутки, если бы она была раньше сапелирована, то есть мы должны об этом помнить, и мы должны как, так сказать, своевременно ставить вопросы к хирургии повторных, повторных, при ракеечниках. А так здорово, я надеюсь, что у нее будет хорошо в этой пациентке все, вот, в дальнейшем, но во всяком случае она уже живет 11, 12 лет, да, я так понимаю, неплохой результат для нее. Спасибо за комментарий. Так, ну и мы подходим к заключительному докладу нашей сегодняшней встречи. Мария Анатольевна Даниловна нам доложит клинический случай по поводу ведения пациентки с гранулезоклеточной опухолью. Мария Анатольевна, вы с нами? Меня видно? Леонна, меня слышно, видно? Здравствуйте всем. Валентина Михайловна, если можно небольшое замечание по предыдущей пациентке, это пациентка с маточной трубой, которая длительно получала лечение у нас в отделении и хотела сказать, что рецидивную опухоль мы предлагали ей убрать на этапе первого выявления рецидива. Однако пациентка категорически отказывалась жить с колостомой. Мы объем операции предполагали все-таки установку колостомы и она, вот это был категорический отказ ее качества жизни и те сложности связанные с колостомой. Поэтому рецидивный узел она не давала нам удалить и мы старались лечить его какими-то другими методами, в частности длительной химиотерапии. Вот таким вот образом. Если можно, такое пояснение, ремарочку по поводу предыдущей пациентки. А теперь, если можно, сюда? демонстрация экрана нажмите. Ой. Сейчас, секунду. Закройте. Ага. Нажмите еще. Нет. А, демонстрация экрана нажмите. Так. Поделиться. А, нажмите еще. Победите. Ага. И на слайд. Все? Да. А меня слышно? Слышно же. Да? Сейчас сначала. Нажмите. Сюда. А меня не видно? Вас видно. Ага. Так, коллеги, разрешите предоставить свой клинический опыт ведения пациентки с гранулезоклеточной опухолью. Надеюсь, меня слышно, видно. Значит, ну и такой легкий ликбез по поводу опухоли. Гранулезоклеточная опухоль яичника излокачественное гормонально активное новообразование, происходящее из гранулезных клеток стромы полового лежа окружающей отцетки. Гранулезоклеточной попухоли составляет примерно 5% от всех злокачественных процессов. Ну вот, если тут на картинке видно, что клетки окружают ооцит. Значит, ключевыми особенностями является ранее появление клинических симптомов более чем в 70% в случаях малая проградиентность и низкий риск возникновения отдаленных митостазов. Выделяют взрослую и ее венеи формы. Взрослая форма это индолентное злокачественное образование низкой степени злокачественности происходящее из гранулезных клеток составляет около 95% всех случаев и примерно 10% от стромальных опухолей половых клеток яичника. Вероятность рецидива это 20-30% через 5-10 и 5-10-20 лет после постановки диагноза. Диагностируется у женщин после 40 лет с пиком заболевания 50-50 лет и характерны у этих пациенток гиперэстрогения и гиперандрогения с признаками вирализации. Мутация FOX-L2 с помощью иммунодоэкстахимии или секвенирования выявлена более чем 95% в случае. Нет точной корреляции между методической активностью или ядерной АТП и клиническим исходом. Гомозикотная мутация FOX-L2 и хромосомный дисбаланс ассоциируется с ранним рецидивом и худшим исходом заболевания. Более высокая экспрессия РНК FOX-L2 ассоциируется с плохим исходом. А вот более высокий уровень экспрессии белка СМАТ-3 связан с рецидивом на ранней стадии заболевания. Винильная форма также стромальная опухоль полового канатика состоящая из простых лимитивных гранулезных клеток с волликулярным и солидным характером роста. Это около 5% от всех гранулезок клеточной опухоли встречаются до 30 лет. Средний возраст 13 лет и 80% этого заболевания винилиной форме приходится на 20 лет пациенток. Мутация FOX-L2 встречается крайне редко это менее 3%. Отмечена связь с некоторыми наследственными синдромами сопряженными с аномалиями в 12 и 22 хромосомах обычно имеет первую стадию и отличается более благоприятным течением и прогнозом. У 2-3 пациенток отмечается преждевременное половое созревание или нарушение менструального цикла обусловленной избыточной продукцией эстрогена в реже андрогена. Причина заболевания окончательно не установлена, однако источником опухолевого роста являются гранулезные клетки, как я уже говорила, которые происходят из стром полового тяжа предположительно возникают при наличии у пациента генетического дефекта. Возможно, подобные нарушения ДНК проявляются уже во время первой половины беременности, когда формируется амориальная ткань, а сам опухолевый рост начинается позже под воздействием провоцирующих факторов. Вероятность появления опухоли выше при наличии в анамнезе таких расстройств, как изгромональное состояние, эндокринная патология, заболевание печени, иммунная недостаточность и воспалительный процесс маунтоза. В 90% случаях гранулиозоклеточная опухоль диагностирована на равных стадиях, имеет менее агрессивное течение с медленным ростом и, как правило, опухоль поражает один яичник, покрытый плотной капсулой, без инвазии в соседние органы. Метастазирование происходит редко, носит апплотационный характер, то есть от соприкосновения с опухолью начинается рост нового узла. Редко имеет отдаленные метастазовые легкие, печени, костях и головного мозга. Клинические симптомы непримечательны, основной симптом это боли в нижней половине живота, различные интенсивности. В 25% случаев встречается асцит, но опухолевых клеток в нем не находят. И примерно на половине случаев имеются различные нарушения мунистрального цикла, от аминореи молодых до ацикличных аминергии у перия лечение англиозоклеточного на первом этапе хирургическое с предпочтением лапартомного доступа. Хирургическое стадирование включает резекцию большого сальника, биопсию отозрительных участков брюшины, взятие московоспориетальной брюшины, диафрагмы, латеральных каналов, малого таза для цитологического исследования. Выполнение лимфодисеркции не показано обеду низкого риска метастазирования в лимфатические узлы. Пациентам не на паузального возраста показаны гистерпации англиозопридатками. При первой стадии молодой подженщине желающей сохранить фертильность показано удаление придатков на стороне поражения, а биопсию контролатерального яичника выполняют при его визуальном изменении. При низком риске прогрессирования рекомендовано динамическое наблюдение, а при высоком риске это разрыв капсулы, низкая дифференцировка, первая стадия или промежуточный риск прогрессирования возможного наблюдения или 4 курса одевантной полихимиотерапии по схеме ВЭП или паклитоксил карбоплотин. При 2, 3 и 4 стадиях рекомендовано хирургическое лечение в объеме лопартомии, пангистроктомии, удаление сальника, биопсии брюшин и цитологического исследования малого таза брюшной полости. Лимфодисекция проводится по показаниям при наличии изменений. В дальнейшем проводится одевантная химиотерапия. При рецидиве заболевания стараются удалить то, что возможно. Остаточный компонент подвергают химиотерапию с препаратами платины. При изолированной остаточной опухоли в малом тазу или локализованном рецидиве допустима дистанционная лучевая терапия. Ну а теперь наш клинический случай. Пациентка 17 лет. Из анамной жизни родилась от первых срочных родов. Надо увидеть, что анамной жизни собрать было немного сложно в связи с тем, что пациентка являлась сиротой и ее воспитывала бабушка. Поэтому то, что нам было известно, то тут и отражено. То есть она родилась от первых срочных родов через естественные родовые пути. Росла, развивалась соответственно в возрасту. Минархия наступила в 11 лет. Цикл не установился. Он варьировал от 20 до 60 дней. Индекс массы тела был 20. Отмечен гирсутизм. Анамной заболевания таков, что 12 августа от 11 года в ЦРГ по месту жительства по срочным показаниям в связи с выраженным болевым синдромом и наличие опухоли у малотаза была выполнена операция лапартония, выполнено удаление придатков справа. Из протокола операции асцит до 1,5 литра опухоль была правого яичника до 17 см с перекрутом ножки. Левый яичник до 8 см был в головке. Гистологическое заключение было получено как недифференцированный рак яичников. Пациентка, конечно, была сразу направлена к нам в Южно-Сахалинск. Обратилась она 23 августа. Была выполнена консультация о микропрепаратах. Также был подтвержден недифференцированный рак яичников. Иммуногистохимия не выполнялась по техническим причинам. В 2011 году она у нас еще в адреспоциле не выполнялась. Было выполнено обследование то есть УЗИ брюшной полости без патологии, УЗИ органов малого таза. Образование левого яичника около 8 сантиметров кистозно-солидного строения. Был отмечен незначительный асцит. Ну и состояние после удаления правых придатков матки в их области было без дополнительных образований. Было обследовано со стороны фиброгаза желудка. Патологии грудной клетки не выявлено. При фиброколоноскопии с давлением измени листального отдела сигмовидной кишки было обследование выполнено маркеров альфа-фетопротеин РЭА ХГЧ СА-125 были все в пределах нормы. Отмечалось умеренное повышение тестостерона при норме до 1,7 у меня было 2,36 сотых. 6 и сентября 2011 года была выполнена операция лапротомия аднексотомия слева удаление сальника и были взяты мазки с брюшной полости и малого таза ацетологическое следование операции выполнялась у нас в корреспонсии. Гистологическое исследование отрицательное безотипических клеток. Гистологическое исследование мы решили перестраховаться и выполнить в городе Владивосток также одновременно с иммуногистохимическим исследованием и сделать пересмотр тех первых удаленных правых придатков. Гистологическое заключение нас, конечно, удивило. Это была гранулезоклеточная и порадовала с одной стороны гранулезоклеточная опухоль яичников ювенильного типа но было отмечено большое количество патологических митозов и низкая дифференцировка опухоли. Иммуногистохимическое исследование подтвердило гранулезоклеточную опухоли ювенильного типа и при пересмотре первого препарата тоже был выставлен диагноз пересмотр в гранулезоклеточной опухоли ювенильного типа. После операционного период был без особенностей, был выставлен диагноз гранулеза глеточного опухоли яичников и винильного типа, первая B стадия, T1, B, M0, N0, низкость G3, дифференцировка. И пациентки с 20 сентября по 12 декабря 2011 года проведены 4 курса химиотерапии по рекомендованной схеме, блеомицин 30 мг, первый, третий, пятый день, этапозит, 100 мг на метр квадратный первые пятые дни и со сплотием 20 мг первые пятые дни. Интервал 3 недели, в общем, стандартная доза, стандартная схема. Химиотерапия пациентка переносила с явлениями интоксикации, гематологической токсичностью. В процессе лечения было выполнено ультразвуковое исследование малого таза брюшной полости, при котором, в общем-то, все было нормально, шейка матки циркальный канал без особенностей, тело матки 44 на 31 на 40 мм, структура миометрия однородная, МХ 6 мм, правый и левый ящик удалены и в их проекции без особенностей. У пациентки развился выраженный посткострационный синдром, приливы, жаром, потливость, психоэмоциональная лоббийность, сухо-слизистых и диспариония. Были назначены фитоэстрогены с небольшим положительным эффектом. Однако в марте 2012 года появились жалобы на крыльистые выделения из половых путей, нас-то, конечно, напугало. При УЗИ органов малого таза у 3 апреля тело матки, шейка матки без особенностей, МХ 3,6 мм, в области левого ящика без особенностей, однако в области правого ящика появилось образование до 3 см, имеющее множественные мелкие полости, до 15 мм, с неравномерными толщинами перегородками до 2,5 мм, без достоверного кровотока в них и фрагментарным кровотоком в решении этой. По периферии лоцируется единичное фолликулоподобное образование до 5,5 мм. Заключение было такое, что характер изменения в левом ящике не совсем ясен, возможен рецидив гранулиозоклеточного опухоличника и рекомендован контроль через 1 месяц. Маркерные показатели в тот момент альфа-фитопротеина у нас было увеличение в 2 раза практически, ХГЧ и САС-125 были в пределах хронов. По узе органов малого таза контрольное в зоне правого ящика сохраняется кислотно-солидное образование и много оно подросло в размерах. В июне 2012 года появились жалобы на тянущие боли в области правопридатков. Это, конечно, выглядело, скажем так, и обязательно надо было выполнять повторную операцию для идентификации процесса. 26 июня была выполнена 2012 года лапароскопия, удаление образования в области правопридатков. Интероперационно в культе воронго-тазовой связке справа была отмечена плотная бугриста и образование белого цвета до 4 см. При ревизии малого таза в брюшную полость и без особенностей выбрали также смывы. Все были смывы цитологически отрицательными без ОТП. Кристологическое заключение сиозная цистодонома яичника, множественные фолликулярные кисты, данных за ОТП нет. То есть, видимо, где-то сочетки яичниковой ткани были оставлены при операции в другом лечебном учреждении. Далее пациентка находилась под динамическим наблюдением в онкориспансере. В августе 2013 года при очередном визите вновь в жалобе на посткастрационный синдром выполнено было клинико-лабораторное обследование. Оно без особенностей, дополнительных образований в малом тазу не выявлено. По УЗИ брюшной полости, рентгенографии легких было без особенностей. Лабораторные показатели были в пределах нормы. Назначены были фитоэстрогены, но незначительного улучшения отметила пациентка. В 2014 году, при котором контрольного обследования также данных за рецидив нет, но и вот с учетом молодого возраста выраженного посткастрационного синдрома планированием дальнейшей беременности мы назначили коки, джесс. Пациентка отметила значительное улучшение состояния, были оккупированы все явления посткастрационного синдрома, появились регулярные индустриально подобные выделения. И вот с 2014 года проходило ежегодное динамическое наблюдение с контролем УЗИ, малого таза брюшной полости, рентгенографии грудной клетки. Но вот в 2021 году пациентке уже 27 лет у нее состоялась семейная жизнь, она запланировала беременность. Пациентка была консультирована в принотальном центре Хабаровска и пациентке назначена была подготовка к ЭКО донорской яйцеклеткой, отменен ЖЭС, назначил прием филмостона в Одессе в течение 4 месяца. В августе 2021 года на 25-й день менструального цикла был произведен перенос обрыва эмбриона в полусматке под контролем УЗИ на стадии бласоцита 4А в эндомитре 8 мм и также рекомендован гормональная поддержка паргеновый 2 мг три раза в день и дюфестонный 10 мг три раза в день. Но попытка, к сожалению, была не удачной, даже не было положительного ХГЧ. Но мы сдаемся. Повторная ЭКО донорская яйцеклетка 26 октября 2021 года на 22-й день менструального цикла переноса одного эмбриона на стадии бласоцита 3 ГГР в полусматке под контролем УЗИ был 8 мм. Также предложена гормональная поддержка в прежнем режиме. Ну и подтверждена была беременность. Беременность протекала с угрозой прерывания. Госпитализация на сохраняющую тополитическую терапию в сроке 6-26 недель. Терапия была с положительным эффектом. 7 июля 22-го года РУДЫ 1-й сочный путем кесарево сечение в 39 недель беременности. Родилась девочка вес 300 рост 52 см по АПГАР 9,9 бауз. После родовый период без особенностей. Ребенок развивается в соответствии возраста. А пациент продолжает наблюдение и обследование в онкодиспансере. И у нас запланирована повторная ЭКО донорская яйцеклетка на 24-й год. Спасибо за внимание. Большое спасибо за уроки. Алиса Михайловна, вопросы? Можно вопрос? Да, а сейчас вы используете ингибин в наблюдении за этим пациентом? Ингибин. Ингибин? У нас, к сожалению, нет такого реактива, а те пациентки, которые могут, имеют платежеспособность, грубо говоря, то мы можем их наблюдать. Допустим, у нас есть частные клиники, частные лаборатории. И там есть эти реактивы. И там мы можем это позволить. Но в основном не все пациентки могут себе это позволить. Понятно. Понятно. Конечно, это очень эффективный метод наблюдения за пациентками. Единственное, у меня есть внутреннее сомнение в том, что когда якобы была циста дыркома, она при этом появилась у клиника кровенистых выделений, что это была циста дыркома. Ну, мы потом еще повторно консультировали. Вы знаете, мы настолько перестраховываемся, потому что, ну, я вот перестраховываюсь, то я перепроверяла тоже опять во Владивостоке, и нам было подтверждено, что это была все-таки яичниковая ткань. Яичниковая ткань? Да, да, да. Были приливы до этого? Да, да, да. То, что чаще всего рецидивы, ну, начинается рецидив гранулезоклеточной опухоли именно со связок воронкотазовых, их всегда удаляют на протяжении при гранулезоклеточных опухолях или повторно резисцируют, иногда приходится, если повторно оперируют. Вы знаете, я, конечно, в целом единственное, как бы прокомментирую, что ну, с гранулезоклеточными опухолями, в целом не надо обращаться. Ювенильные, меня тоже удивляет диагноз по этой девушке ювенильные гранулезоклеточные опухоли, потому что в основном это удел детей и протекают у них очень благоприятно, в отличие от ювенильных опухолей взрослого типа. Ну, бог с ней, если у нее ювенильные, это крайне повезло. Вот. Скажу так, потому что они, это существенно более благоприятная группа относительно опухоли взрослого типа. Вот. И опухоли взрослого типа вот это вот зачастую тиражируемая иллюзия, что это опухоли низкой степени злокачественности. По гистологической классификации это злокачественные опухоли. Код 3 используется в их классификации. Ну, дробь 3 то, что означает злокачественные. Злокачественные. Да, да, они злокачественные. Они, если они начинают прогрессировать, они прогрессируют, плохо прогрессируют. И единственным вариантом лечения этих больных являются постоянные операции. Химиотерапия очень быстро исчерпнует себя на самом деле. И вот коллеги-химиотерапевты в основном все-таки предпочитают после операции назначать злокачественные операции. Да, 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 я понимаю, согласна с комитацией. Вот, поэтому, как бы, скажем так, гранулезоклеточная опухоль, это опухоль, к которым надо относиться очень внимательно. Нужно добиваться диагноза, потому что это самый частый источник гистологических ошибок. И если у пациентки, особенно в менопаузе, ингибин, это очень надежный метод, они крайне редко теряют способности, но это в основном опять же удел детей, как у взрослых мы ни разу не наблюдали отсутствие ингибина, отсутствие секреции ингибина. Вот, если ингибин нулевой, при наличии опухоли, которая трактуется как гранулезоклеточная, это не гранулезоклеточная опухоль, это гистологическая ошибка. Вот, об этом надо всегда помнить, и это очень, я знаю историю, когда загранулезоклеточная и беспрегментную меланома, например, вот, вплоть до того. Поэтому об этом, конечно, нужно всегда помнить, очень настороженно к ним относиться, и всегда помнить, что тут основой лечения по сути является хирургия, в первую очередь, если они прогрессируют. о чём вы сказали, собственно. Да, согласна. А так очень очень наблюдение, и очень хорошо, что, так сказать, вот такой результат, который вы имеете, но, правда, единственное, что у тех, по-моему, к сожалению, во всяком случае со взрослыми опухолями, это почти пожизненное наблюдение, потому что они могут прогрессировать, когда угодно. Вот. А так здорово, что она взяла. Поздравляю вас с этим случаем. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросов у нас больше нет. Я благодарю вас всех за участие. Большое спасибо. 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 Мы заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. Хорошего дня всем. До свидания. До свидания.